Дмитрий Емельянов Глава первая Начало июля 1245 года Кобыла привычно идёт по знакомому маршруту, изредка вытягивая шею и хватая листья, состоящих вдоль дороги кустов. Чуть позади едет староста Ерёма и ни на миг не переставая бубнить о последних сплетнях в посёлке. Задумавшись о своём, я почти всё пропускаю мимо ушей, пока одна новость не заставляет меня прислушаться. «Слухи ходят, что великий князь Ярослав скоро вновь в Орду отъедет, полхан Батыга опять его в сарай кличет». Голос Ерёмы звучит буднично и спокойно, но сказанное заставляет меня внутренне вздрогнуть. Постоянные дела как-то замылили взгляд, и вот эта нечаянная фраза привела меня вдруг к осознанию. «Приближается страшное время. Ярослав Селович из Орды уже не вернётся. И это принесёт чудовищный разлад в его семейство, а с ним и неисчислимые бедствия на всю Русь». «До карательного похода, не врю я на Русь, остаётся всего пять с половиной лет», — щёлкнуло у меня в голове, и сразу же возник резонный вопрос. «Не пора ли тебе, дружок, задуматься о своём месте в грядущих событиях?» «Понятно, что я не собираюсь отсиживаться в стороне, но и участвовать можно по-разному. Можно, к примеру, никуда не встревать и попросту отсидеться за стенами Твери. Город сейчас укреплён так, что монголам стопроцентно его не взять. Ров, вал, стены. Городское ополчение организованное, обучено. А на каждой из башен есть площадки под баллисты. Нет, не взять. Тут я не могу сдержать усмешки. Даже если было боты, а вдруг появятся те мифические метательные машины, которые приписывают ему планы карпении и официальная история, то всё равно не взять». Подумав ещё, понимая, что такой вариант неприемлем. «Закрывшись, я отдам землю на разорение. Все цеха и заводики, что с таким трудом выстроены, пожгут, поля вытопчут. И ради чего такие жертвы? Мы отсидимся, а союзники? Москва, Клин, Старица, Ржев. Им не устоять. И они мне такого поведения не простят. Союз рухнет, и Тверь останется одна против всей мощи Орды. Весь город, закрывший ворота перед войском хана, по законам Чингиза, должен быть уничтожен». Я всё это знал и раньше, но иногда важно вновь разложить всё по полочкам, подтвердить самому себе правильность своих действий. «Нет, пассивная оборона не панацея. Нужно готовиться к большой и, скорее всего, затяжной войне. Тем более, что даже союзников искать не надо, они известны. Здесь, на севере, это второй великокняжеский сын Андрей Ярославович, а на юге — Данил Галецкий. И всё, что требуется, — это поддержать их в нужный момент». «Тут я неожиданно правлю самого себя». «С Даниилом, пожалуй, лучше не связываться. Слишком далёк и ненадёжен. Лучше сконцентрироваться на князе Андреи». Выбранное решение как-то в раз успокоило и настроило на позитивный лад. В голове вновь возник образ нынешних тверских укреплений, и я мысленно усмехнулся. «Нет, никаким монголам эту крепость не взять». Это непростое бахвальство. И у меня есть все основания так считать, потому что прошло уже два года, как я добыл первые кристаллы селитры и серы. До этого лета поставить производство пороха на поток всё не удавалось. То средств, как обычно, не хватало, то времени. Но с мая этого года я наконец-то начал строительство пороховой мануфактуры. В моём замысле она должна сконцентрировать весь процесс получения дымного пороха в одном месте, от производства сырья до получения конечного продукта. Процесс двигался медленно. К моему великому сожалению, в этом времени всё не быстро и постоянно сподвигается на ровном месте. То уже привычно не хватает железа, то Якун саботирует закон об обязательной сдаче мочи жителями Твери, мотивируя тем, что, мол, Тверь, чем не во что собирать эти отходы. Смех смехом, но пришлось за городской счёт, считай за мой, снабдить каждый дом в городе глиняной посудиной для сбора экскрементов. В результате закон всё же прошёл, но в народе его до сих пор называют указом о ночных горшках. Мои мысли скачут от одного к другому, словно бы в унисон Ерёме, который продолжает нести всё подряд. Но появившийся в воздухе резкий запах разом останавливает и мои размышления, и болтовню старосты. Замолчав, он заводил носом. «О, кажется, приехали». Чем ближе, тем воняет всё больше и больше. Выехали из леса, и в нос ударила такая вонища, что в животе всколыхнулся рвотный спазм. И это ещё я павык малость, поскольку в этом году бываю здесь с такой незавидной регулярностью, что луна дорогу наизусть выучила. Прикрыв нос, обвожу взглядом хозяйства. Длинные вонючие кучи напоминают огромных земляных червей, вылезших погреться на солнце. Несколько десятков селитрянец, и почти столько же для производства серы. Вторые отличаются ещё и тем, что под них выстроена печь для сухой перегонки гипса и получения сульфида кальция. Главный над всей этой адской вонью – гармаш-рязанец. Человек годный для такого дела, как никто, поскольку судьба напрочь лишила его всякого обоняния. Завидев нас, он заторопился навстречу, начиная кланяться ещё на бегу. «Рад видеть! Рад видеть тебя, господин консул!» Могу поверить, что его радость абсолютно искренняя, ведь я его, можно сказать, с того света вытащил. Позапрошлой зимой привезли этого мужика в Тверь в горячке и полумёртвого от голода. Сердобольные беженцы подобрали лежащим на дороге, иначе бы сгинул, как тысячи, таких же, как он, беглецов с юга. Пока беженцы не обзаведутся своим жильём в Твери, они, в общем, бараки кантуются, а там человеку с горячкой точно не выжить. И холодно, и голодно. На его счастье, я тогда как раз в город ехал, и он вывалился с саней прямо перед моим воском. Беляй, возщик мой, лошадей тогда еле сдержал, и давай орать. «Забирайте своего доходягу, а то перееду нахер!» Народ бросился мужика поднимать, а я вижу, не жилет совсем. И тут вдруг такая тоска накатила. Уж не знаю с чего, ибо к смерти я привык настолько, что и не трогает уже. А то тут вот стало жалко, бедолага, аж не в моготу. А чем поможешь? Здесь скорую не вызовешь, и в больницу не определишь, потому как нет их больницы-то. В общем, вылез я из саней и говорю, Беляй. «Отвези мужика ко мне в дом, пусть в котельной полежит в тепле. Оклемается знать судьба, а не выживет. Так на всё воля Божья». Сказал и пошёл дальше пешком. Потом за делами и вовсе забыл, пока через две недели меня истопник не спросил. «А чего с приблудным-то делать?» Не сразу поняв, о ком он, я всё-таки вспомнил, и, удивившись тому, что мужик не помер, хотел было сказать, «Ну, раз отошёл, то пусть идёт, куда хочет». В этот момент в голове вдруг непрошенно всплыла известная фраза. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мысленно признав правоту Антуана де Сент-Экзепюри, я приказал отправить бедолагу к Ереуме в Заволжский. А когда выяснилось, что мужик отморозил себе нос и не чует ни хрена, то сомнений, где он будет трудиться, не осталось вовсе. В общем, послали его на селитряницы, и я ни разу об этом не пожалел. Мужик ответственный и работящий. Я таких ценю, так что через пару месяцев я его тут старшим поставил. Подержав под узцы мою кобылу, гармаш скинул на меня сияющий взгляд. «Здоровья вам, господин консул! Как доехали?» Спрыгнув на землю, прекращая это неумеренное проявление верноподданнического счастья. «Буде, гармаш! Давай по делу!» Тот разом посерьёзнел. «Всё исправили, как ты и указал. Пойдём, всё покажу!» Не дожидаясь, он посеменил вперёд. «Вот, смотри!» Он указал на две большие бочки и трёх мужиков вокруг. «Здесь селитренную землю растворяем и процеживаем. Здесь...» Он перешёл к четырём стоящим на печи котлам. «Мы парим воду и, как ты велел, собираем выпавшие кристаллы». Я тщательно осматриваю весь процесс. А Резанец продолжает тараторить. «Все собранные кристаллы растворяем и процеживаем ещё раз. А после выпариваем по новой, как ты наказал, для очистки». Он быстро сбегал к одному из амбаров и вернулся с деревянным ведром в руках. «Вот, последняя партия!» Он с гордостью показал мне содержимое. «Тута полтора десятка тверских гривен чистой селитры. За три дня выпарили с пяти двадцати ведерных бочек». Я одобрительно киваю, невольно переводя в единицы своего времени. «Значит, примерно с куба селитренной земли получили пять килограмм селитры. Ну что ж, неплохо». Двигаемся дальше и направляемся к серным кучам. Тут процесс практически не отличается, только на выходе в полтора раза меньше, и цветом кристаллы не белые, а жёлтые. Ирёма молча тащится за нами, лишь мрачно посматривая на рабочих. Он не понимает, что тут делается, но его вполне устраивает, что я понимаю. Его главная задача только в одном, чтобы все работали исправно, и никто бы в мыслях не держал стырить, чего или того хуже поломать, какую вещь нужную. Так втроём мы переходим от серных куч к печам, где пережигает древесный уголь, и уже оттуда идём на дальний край поля к амбару и пороховому цеху. «Всё, как ты велел», — тут же поясняет гармаш. «Этот амбар поставили как можно дальше от открытого огня. Тут я даже труд и огни отбираю. Обещаю всем, коли увижу, то руку отсеку». Рязанец распахивает дверь, и мы заходим внутрь. Здесь трое рабочих толкут полученное сырьё в порошок. После яркого солнца внутри кажется темновато, но через минуту глаза привыкают, и я прохожу к готовому продукту. Поочерёдно черпаю из горшков белый, жёлтый и чёрный порошок и оцениваю помол. Ерёма, сунув нос и потеряв на пальцах селитру, выдаёт своё суждение. «Вроде неплохо», — он вскинул на меня взгляд, стараясь правильно расценить моё молчание и готовый в раз поменять своё мнение и начать крыть нерадивых. Не мучая его сомнениями, соглашаюсь и перехожу к последнему столу, где рабочий с мерной чашкой готовит конечный продукт. «Смешиваем, как ты указал», — тут же, предусхищая мои вопросы, встревает гармаш. «Пять чашек белого зелья, три чёрного и две жёлтого». Удольтерённо киваю и разворачиваюсь обратно. «Вроде бы всё верно сделано, и весь цикл от нуля до готового продукта поставлен на поток. Теперь можно не только делать заряды для сиюминутных целей, но и копить порох к грядущим событиям». Выйдя на воздух, жмулись от яркого солнца и даю распоряжение. «Последнюю партию Кфролу отправь. Хочу посмотреть на эту адскую смесь в деле». Обратно я уже тороплюсь. Надо успеть добраться до Острога, переодеться и переправиться на правый берег. Сегодня у меня важная встреча в преддверии вечернего заседания палаты князей. Кобыла Луна ходко идёт рысью. На таком ходу у Ерёме недоразговоров и в тишине мысли о князьях невольно уводят меня в воспоминания двухлетней давности. Тогда мой зимний рейд действительно всех впечатлил. И к середине марта Миндовг прислал послов в Смоленск. В Литве ещё толком не поняли, что произошло и как вообще такое могло случиться. Но на всякий случай Миндовг решил обезопасить свои города от повторного набега. Князь Селанд Смоленский тоже был, мягко говоря, потрясён скоростью произошедших событий. И я даже заметил в его взгляде некоторую тревогу. Он, видимо, начал задумываться, кто для него более опасен, я или Миндов. И тем не менее, он хотел слупить со своих заклятых врагов по максимуму, вернуть свой городок могильно, недавно захваченный литовцами, и получить большой выкуп за каждого взятого мною у знатного Литвина. Приложив немало стараний, я убедил его не брать в рот кусок, который не можешь проглотить. Помню, как сейчас, свой главный аргумент. Ныне Миндовг войны не хочет. Ныне на большие уступки не согласится. Ему терять лицо никак нельзя, его свои же князья вмиг сожрут. Надо дать ему возможность вылезти из дерьма красиво, и тогда ты, князь, получишь то, чего хотел. «Мир?» «А нет, тогда готовься к войне». Я тогда криво усмехнулся. «Один. Потому как в союз ты еще не вступил». Что произвело? Большее впечатление. Моя речь или выражение моего лица, при этом, не знаю. Но князь меня понял. Никаких требований выдвигать мы не стали. Пленников вернули, без всякого выкупа, и подписали «вечный мир» между литовским, смоленским и тверским княжествами. Прощаясь со мной, всел он Святославич, горячо жал руку и, по-братски обнимая, клялся, что по весне приедет в Тверь на заключение союза. Но я видел, что какая-то червоточинка в нем все-таки поселилась. То ли страх, то ли зависть, не знаю. Но точно могу сказать, что большой любви в тот момент он ко мне не испытывал, несмотря на показное дружелюбие. Не весной, но в июне первое заседание палаты князей все же состоялось. Смоленский князь приехал сам и привез князей Тарапецкого, Зубцовского и Ржевского. Также прибыли князья со Старицей и Бежицкая. А вот Клины, Москва, на мое приглашение вообще не ответили. Махнув рукой, ну и ладно, я взял в оборот остальных. Проект договора у меня был уже подготовлен, он состоял много из чего, но главных пунктов было всего четыре. Первый, общее устройство Союза, включал в себя разделение властей на исполнительное правительство во главе с консулом и двухпалатный парламент, состоящий из палаты князей и Государственной Думы. Обе должны были собираться или два раза в год, в июле и в январе, или в любое время по требованию одного из членов обеих палат. Кстати, я специально не назвал Нижнюю палату Боярской Государственной Думой, закладывая в ее фундамент лазейку и думая со временем провести туда депутатов из других сословий. Вторым, наиболее важным пунктом шло общесоюзное войско, в которое каждый город обязан был вкладываться по мере возможности. На данном этапе каждый из пяти городов должен был прислать по сотне рекрутов, а Смоленск, как князь Селууд, сгоряча пообещал, двести. Полагаться на то, что города будут присылать довольствие и деньги на оружие и обучение, я не стал, поскольку парней и мужиков мне уже присылали со Старицы, Жева и Москвы, а вот денег на их содержание я так и не дождался. Поэтому в этот же пункт вошло положение об обязательном кредитовании городов и выплат всех расходов на содержание их отрядов из этих денег. Эту позицию все шесть князей восприняли крайне негативно, но все же, помошившись, подписали. Потому как, кроме суммы на войско, которую получить на руки они не могли, обговаривались еще деньги на их личные расходы, и вот эту бумагу можно было обналичить в тот же день. Этот момент сыграл ключевую роль, уж больно все мои союзники были стеснены в средствах. Только название, что князья, а так даже одежда на каждом еще отцовская, а может даже и дедовская. Отказаться от живых денег у Рюриковичей попросту не хватило духу. Тем более, что самая распространенная процентная ставка в этом времени 25% годовых. Уму непостижимо, но это так. А я предлагал им по пять, что на фоне существующих ростовщических процентов могло показаться настоящим подарком. Как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. И признаюсь, в тот момент, когда князья подписывали этот договор, я чувствовал себя эдаким империалистическим спрутом, уже схватившим свою жертву за горло. Третьим пунктом шли избирательные правила, по которым место в палате князей закреплялось за каждым из них пожизненно и передавалось по наследству одному из сыновей вместе с титулом. Это была серьезная подачка для протаскивания согласия по другому пункту, где депутатов в Государственную Думу должны были избирать жителей их городов, и количество их определялось в зависимости от числа рекрутов в союзном войске. Один депутат на каждую сотню бойцов. То есть прислал в город сто рекрутов, один депутат, двести, два, и так далее. При существующем соотношении сил в союзном войске вопрос о том, кто будет иметь большинство в Думе, сомнений не вызывал. Это было понятно всем, но, как ни странно, сильного сопротивления у князей этот пункт не вызвал, поскольку они пока еще не воспринимали эту самую Думу всерьез. Зато бурные споры вызвало положение о выборах консула. Дело в том, что до меня уже дошел слух, будто коалиция четырех мстиславовичей под предводительством Всеволода Святославича Смоленского затеяла свою игру. Они рассчитывали, что я буду требовать пожизненного права на консульскую должность, и хотели навязать мне правила, по которому консул каждые три года избирается из числа членов княжей палаты. При нынешней расстановке сил ход их мысли был очевиден, но мое предложение перемешало все планы заговорщиков. По нему консул должен был избираться всеобщим земским собором раз в пять лет. И тут, в отличие от их замыслов, моя выгода никак не просматривалась. Наоборот, казалось бы, абсолютная объективность и учет интересов всех сторон. Возразить нечего. Они ведь не жили в нашем времени и про выборные технологии ничего не слышали. Глядя тогда на их озадаченные лица, я с трудом удержался от того, чтобы не растомнияться им в лицо. Наивные дети, против кого вы задумали козни строить? Да я за эти пять лет, что тут у вас сижу, собаку съел на этой игре. Вам еще учиться и учиться. И, наконец, четвертый пункт шел о едином торговом пространстве, что ограничивал города и князей в размере ввозной и транзитной пошлины для купцов из союзных городов. Кто тут главный выгодополучатель, угадать было несложно, и князья устроили в мне утомительные дебаты. Торговались долго, поскольку никто так просто расставаться со своими доходами не спешил, но мне все же удалось убедить всех в том, что увеличение торгового потока компенсирует им снижение пошлин. Неожиданно кобыла перешла на шаг, возвращая меня из воспоминаний. Впереди показалась развилка, и умное животное остановилось перед перекрестком. Скосив на меня лиловый глаз, она словно бы спросила, «Ну что, хозяин, куда поедем?» И, потрепав ее по гриве, я улыбнулся. «Давай домой, дорогуша!» Фыркнув в ответ, луна послушно свернула на дорогу, ведущую к Заволжскому. Глава вторая Небольшое прямоугольное зеркало дает чуть искаженное, но вполне приемлемое отражение молодого мужчины в темно-зеленом френче. В развороте стоячего воротника белоснежная льняная рубашка, гладко выбритый подбородок и шейный платок. Удоль тарел и увиденным, поправляя ряд крупных позолоченных пуговиц и опуская взгляд. Там подобие армейских галифе, заправленные в узкие начищенные ваксы сапоги. Довольно хмыкнув, выношу себе ироничный вердикт. «Прямо штабс-капитан императорской армии». Костюм вшит по моему заказу и рисунку. И тут должен сказать, что если с Френчем особых проблем не возникло, то со штанами пришлось изрядно повозиться, прямо беда. Лучшие портнихи понятия не имеют ни о пуговицах, ни о вшитом поясе, ни говоря уже про гульфик. Зато, как известно, нет худа без добра. В ходе почти двухмесячной борьбы с тверскими швиями я нашел таки талантливую тетку, сумевшую разобраться в моих рисунках и сшить то, чего я хочу. Затеяв обновить свой гардероб, я пришел к революционному открытию. Рынок моды и готовой одежды — это золотая жила, и хорошо было бы этим заняться. Не скажу, что я этого не знал раньше, но пока сам носом не тнешься, не поймешь, что к чему по-настоящему. Еще в самом начале своей жизни в Твери я осознал одну очень правильную и полезную мысль. Невозможно заниматься всем самому, разве что разорваться. Невозможно и не нужно. Люди сами до всего дойдут, все сделают и построят, если их заинтересовать и подсказать, в каком направлении надо двигаться. Осененный этой, казалось бы, такой простой мыслью, я существенно облегчил себе жизнь. Вот как с тем же зеркалом, которое я сейчас смотрюсь. Еще три года назад, когда в стеклодунной мастерской научились отливать стеклянный шар, я предложил мастерам его разрезать пополам и раскатать прессом в лист, а потом покрывать заднюю сторону раствором серебра. Сказал и забыл, зеркала для меня не приоритет, основной товар это колпаки для ламп, посуда и оконное стекло. Каково же было мое удивление, когда через три года мне принесли вот этот образец, что стоит у меня в кабинете. И не важно, что производство подобных зеркал крайне затратное и по деньгам, и по времени, главные мастера дошли до всего сами, своим умом. Может быть, я гуманитарий и по натуре не деловой человек, но для меня это куда более значимо, чем вероятная баснословная прибыль от продажи зеркал. Или с этой портнихой, опять же. Примерив первый раз свой новый камзол и штаны, я посмотрел в глаза сшившие этот наряд портнихи и задал ей всего один вопрос. Хочешь стать богатой и знаменитой? Еще совсем молодая женщина смущенно зарделась, но мой взгляд не уступал, пока я не услышал ее тихий, но твердый ответ. Хочу. А кто же не хочет? Усмехнулся я про себя и приказал выделить ей помещение на первом этаже своего дома. Дал денег на наемработнице первый большой заказ. Это было год назад, а сейчас у нее уже свой цех по пошиву одежды для армии и ателье на центральной площади Тверии, где обшивается только высшая знать города. Да, шьют платья у Береславы, но не скажу, что мой пример изменил местную моду. В основном, как и прежде, заказывают длинные кафтаны, рубахи и женские сарафаны, хотя изменения все же есть. Я не тороплю и стричь бороды до челки напяливать, как царь Петр не собираюсь, как известно, Русь долго запрягает, но быстро едет, рано или поздно желание нового и прагматизм свое возьмут. Отойдя от зеркала, пересекая кабинет, я останавливаюсь перед дверью. Там, в приемной, меня ждет полоцкий княжечк Константин, и разговор с ним предстоит непростой. Я могу лишь примерно догадываться, что речь пойдет о каких-нибудь родовых спорах, и княжечк приехал в Тверь в поисках даже не союзника, а скорее защитника. Он уже несколько дней добивается встречи со мной, но я тянул до последнего, не зная, надо ли мне встревать чужие семейные дрязги. Решив положиться на интуицию, я пригласил князя на сегодня, дабы все-таки сформировать свое мнение до заседания палаты князей. Толкая дверь, чувствую, как на лице автоматически появляется радушная улыбка. «Да ты тут настоящим дипломатом стал», мысленно подтруниваю над самим собой, прохожу в приемную и приветствую княжича. Тот поднимается с кресла и чуть склоняет голову. «Рад видеть тебя, консул!» предлагаю ему сесть, и сам сажусь напротив. «Между нами большой стол, из-за которого я смотрю на мужчину тридцати-тридцати-пяти лет в дорогом, но изрядно заношенном кафтане. Открытое волевое лицо производило бы хорошее впечатление, если бы не злые холодные глаза, излучающие непомерную гордыню и тщательно замаскированное презрение». «Да уж, неприятный тип», делаю про себя такой вывод, а вслух задаю любезный вопрос. «Итак, князь, что привело вас ко мне?» Назвав князем, все еще наследника титула, я грубо польстил своему гостю, и тому это пришлось по душе. Жесткие черты его лица как-то разом смягчились, и на губах даже появилась приветливая улыбка. «Я слышал, консул, о твоей непримиримой борьбе с Литвой и решил, что ты не будешь сидеть, сложа руки, когда твой враг тихой сапой вползает в наш дом». «О как! А Литва тут каким боком?» успевая искренне удивиться, но не показывая вида, молча жду продолжения. Не дождавшись от меня никакой реакции, Константин, убрав с лица улыбку, продолжает так, словно бы я все же спросил, что он имеет в виду. «Я говорю о своем зяте, племяннике Миндовка, князе Товтевеле. Мой отец совершенно свихнулся и хочет завещать полотский стол ему и моей сестре». Его взгляд уперся в меня двумя горящими угольками. «Он изгнал меня, изгнал своего родного сына из дома и хочет отдать княжество чужакам». «Вот тут-то до меня и доходит». «А ведь точно. Помню, еще в университете меня удивляло, что в летописи с 1248 года Товтевил упоминается как князь Полоцкий. Объедено так, без всяких разъяснений, словно бы Литвин во главе русского княжества это обычное дело». «Я даже обрадовался этому запоздалому разъяснению своего старого недоумения». «Вот, значит, как это произошло». С новым интересом всматриваюсь в лицо княжича. «Чем же ты так достал своего папашу, что он тебя наследство лишил?» «Слух я такой бестактности себе не позволяю и спрашиваю более дипломатично». «Могу я узнать, в чем причина такого решения вашего отца?» Раздраженно закусив губу, Константин пожал плечами. «Старый хрыч попросту выжил из ума. Он всегда души не чаял в Евпраксии, а меня ненавидел». «Епраксия, я так понимаю, его сестра и жена князя Товтевила». Делаю мысленные замечания и пытаюсь быстро осознать, что дает сей факт лично мне и моему делу. «Уход Полоцкого княжества в орбиту литовского влияния мне однозначно не выгоден. Можно, наверное, помочь этому бедолаге отстоять свое право на стол в обход завещания, и тогда союз городов русских пополнится Полоцком. Это не вызывает сомнений, как и то, что такой шаг приведет к неминуемому столкновению с Литвой». Я застыл в нерешительности на всего на секунду. «Какого черта? Война с Литвой так и так будет через три года. Этот же Товтевилл со своим братом поведет литовское войско на завоевание Смоленска, так что терять мне абсолютно нечего». Прокручивая все это в голове, я не спускаю изучающего взгляда с Константина. «Человек, он явно тяжелый и неприятный, но мне с ним не детей крестить. Пусть он хоть младенцев на завтрак ест, но если я посажу его на полоцкий стол, то древний город не уйдет к литовцам, а пойдет под руку Твери со всем своим немалым потенциалом. За это стоит побороться». Мысленно поставив этот восклицательный знак, спешу обнадежить своего гостя. «Не по закону хочет поступить ваш батюшка. Нехорошо так с родным сыном поступать». В глазах Константина сверкнула искра надежды, смешанная с удивлением. «Так ты поможешь?» Он явно уже побывал и в Смоленске, и во Владимире, и успел осознать горькую правду. Никто не станет ввязываться в войну с Литвой ради какого-то изгоя. Уж не знаю, кто его надоумил обратиться ко мне, но успех этого предприятия он, по всей видимости, не верил совсем. Я еще не знаю, с чего в этом деле мне следует начинать, но одно абсолютно ясно. Такой куш упускать нельзя. Хотя и соваться чертя голову тоже не стоит. Тут надо собрать всю информацию и хорошенько подумать. Мысленно осуждаю свой аппетит. Почему Святослав Смоленский и Великий Князь решили не лезть в это болото? Наверняка есть причина и не одна. Застывший взгляд Великовозрастного княжича ждет ответа, и я решаю проявить осторожность. Я не буду ничего обещать тебе сейчас, Константин Бречеславич, но постараюсь сделать, что смогу, дабы наследство твое не ушло в загребущие радостный порыв гостя. Но ты должен понимать, что быстро такие вопросы не решаются. Уж слишком тут много заинтересованных сторон. Мой гость, видимо, услышал лишь то, что хотел, потому как аж засиял весь. Ты не пожалеешь, консуль. Клянусь, я умею быть благодарным. В последнем я очень сильно сомневаюсь. Но на его благодарность я меньше всего и рассчитываю. Он еще продолжает изливать свою радость, но я не слушаю, а уже начинаю продумывать, как бы не засветив своего интереса, прощупать мнение по этому вопросу других князей на сегодняшнем заседании палаты. Пересекая центральную площадь, направляясь к воротам Кремля. Взгляд невольно отмечает, что выросшее в этом году здание трехэтажной гостиницы полностью замкнуло окружность площади, взяв ее в каменное кольцо. Новые дома выгодно выделяются на фоне других построенных ранее. Сказывается семь лет опыта. Это уже не обложенные кирпичом деревянные строения, как мой, к примеру, а полностью каменные от фундамента до крыши. И строили их неприглашенные новгородцы и непригнанные из Депра немцы, а свои тверские каменщики. Это предмет моей особой гордости, как и основанная в прошлом году зодческая школа. Вот там-то все еще преподают новгородские и немецкие мастера, но я это, дело времени. Звякая по брусчатке подкованными каблуками, поворачиваю довольное лицо к идущему рядом каляде и натыкаюсь на его обычное суровое выражение. «Ты чего такой мрачный?» Мне до последнего не хочется терять свой позитивный настрой, но каляда не оставляет мне шанса. «Я там у твоих дверей княжича Полоцкого видел. Зачем он к тебе приходил?» Слегка удивленный таким прямым наездом, я даже не успеваю ответить, как каляда добавляет. «Не бой жаловался на отца, что из родного города его попер». По этой фразе я понимаю, что мой главный советник теплых чувств Константину не питает и интересует. «А тебе-то он чем не угодил?» «Нет, ничем», прищуренный взгляд каляда изверхнул в ответ. «А вот народ Полоцкий его сильно не жалует». «За что же?» «Да за нрав злобный, за пьянство, да непотребство всякое». «Как я и думал, от хорошего настроения не осталось из следа, а каляда все не унимался». «Слышал я, будто он дочку купеческую из родительского дома выиграл и обесчестил, и чаши народного терпения тем переполнил. Встал на дыбы и город. Убить княжича хотели, вот и пришлось Бречеславу Васильковичу сынка своего из Полоцка выгнать». Я закусил с досады гуму, а заметивший это каляда напрягся еще пуще. «Если ты задумал в это дело влезть, то трижды подумай. Княжич сам весь в дерьме и тебя замарает, а город назад этого мерзавца не примет». Стараюсь не злиться, но раздражение все-таки влез, мысленно кроя своего помощника. «И что теперь? Из-за того, что этот дебил пьяница, дебошир и бабник отдать Полоцк Товтевиллу? А вот хрен ему!» Прогоняя поднявшееся недовольство и отбросив эмоции, включая только холодный рассудок. «Как там говорил Розвельд? Самоса сукин сын, но это наш сукин сын. Чтобы Константин не сделал, я все равно посажу его на Полоцкий стол и приберу княжество к рукам, а потом пусть хоть башку ему снесут, мне все равно». Воротная башня Кремля накрывает нас своей тенью, и я отбрасываю все посторонние мысли. «Сейчас надо быть собранным и не отвлекаться на посторонние мысли, на то не успеешь и ойкнуть, как друзья союзнички свинью тебе подложат». Проходим на территорию Кремля. Здесь теперь только центральный городской собор да княжеский терем с административными постройками. Все приказы я вывел отсюда на площадь, в новое здание, поближе к народу, так сказать. Там же теперь размещается и Государственная Дума. Обходим Кремль вдоль стены, направляясь к черному ходу. У Красного Крыльца сейчас слишком шумно и суетно. Там подъезжают князья, и мне не хочется встречаться с ними раньше времени. У меня в княжнем тереме есть своя комната, где я обычно спокойно дожидаюсь, пока знатные гости рассядутся и успокоятся. Пока я жду у себя, каляда караулит в коридоре и, едва завидев спускающегося Ярослава, дает мне знак. Я тут же присоединяюсь к князю и захожу в совещательную палату вслед за ним. Здесь уже все в сборе. Князья сидят на длинной лавке строго по родовому старшинству. Первым сел Цветославич Смоленский, за ним Торопецкий князь Мстислав Хмурый, Иван Тарутто из Бежецка, далее Андрей Старецкий и князь Зубцова Андрей Михайлович. Последним уседает ярополк Кривоносый Заржева. Он здесь не самый молодой, но самый худородный. За княжей скамьей стоят ближние бояре. У каждого князя по одному ближнику, так сказать, помощь друга, ежели совет какой понадобится. Ярослав садится в торце горницы, как хозяин и председатель палаты. Справа от него встает боярин Фрол Игнатьич Малой, а слева я. Кресло Ярослава и общая княжеская скамья стоят на полу в одном уровне, дабы никому не пришло в голову, что председатель стующий князь хоть сколь-нибудь возвышается над другими. Обвожу взглядом почтенное собрание. Все тщательно изображают степенность и гордую независимость. Я настолько в плохом настроении, что не могу удержаться от безмолвного всплеска злого раздражения. Тоже мне гордиться. А ничего, что я всех вас содержу. Ведь действительно, кроме кредитов, с которых оплачиваются набранные в их городах рекруты, каждый князь получает от союза на представительские расходы 10 тверских гривен в год, на дорогу, проживание Но союз городов пока никаких доходов не приносит, и предприятие совершенно убыточное, так что все они сидят на моей шее. Это длится уже два года, и мне все чаще приходит в голову, что пора завязывать с этой благотворительностью. Все уже уселись, и Ярослав глянул на своего ближнего боярина, мол, начинай. Горлили его, задрав подбородок, Малой сделал вступительное заявление. «Уважаемый князин, заседание палаты объявляется открытым. Первое слово предоставляется консулу союза Ивану Фрезину». Выждав секундную паузу и изобразив намек на поклон, я начинаю. «Уважаемые господа, престарелый беженский князь, словно только очнувшись, вдруг прервал меня. Погоди, Фрезин, пока ты не усыпил меня окончательно своими цифрами, скажи лучше. Коли бы ты великого князя в Орду вызвал, то и нам, стало быть, надо собираться. Неужто не минует нас чаша сия горькая?» При упоминании усыпляющих цифр почти все присутствующие заулыбались, чем разозлили меня окончательно. «Значит, от слов моих вас сон клонит. Но ничего, я вам устрою пробуждение». С трудом придушив в себе вспыхнувшее раздражение и продолжая держать на лице радушную улыбку, включая учителя истории. «Не стоит тебе, Иван Береславович, беспокоиться. Не до нас сейчас Батыев. Смута гуляет по монгольскому царству. В будущем году на всемонгольском Курултае изберут великим ханом Гуюка, давнего недруга Батыева. И начнется в великой степи кровавая резня между внуками Чингизовыми. Потомки Угаде и Чагаде с одной стороны встанут против потомков Джучи и Талуя, и борьба будет длиться до тех пор, пока кто-нибудь из них не вырежет полностью всех своих противников. Мои слова падают в такую напряженную тишину, что стоило мне только замолчать, как смоленский князь ты уже недоверчиво протянул. «Ежели все так избудется, как ты говоришь, то тебе-то откуда-то все известно». Мысли накрою себя за излишнюю болтливость. «Молодец, выпендрился. И что ты им теперь скажешь? Мол, в школе надо было лучше учиться, это во всех учебниках написано». Решаю ничего не объяснять, а просто делаю загадочное лицо. Мол, есть у меня источники и меняю тему. «Великому же князю Ярославу в село дочу, придется ехать аж на конец света в Каракорм. Представится новому хану». Эта новость вызвала общее волнение, а Зубцовский князь выкрикнул с места. «И долго его не будет?» отвечаю коротко и жестко. «Долго». Тут лишнего болтать не надо, потому как раньше времени знать о том, что Ярослав уже никогда не вернется, никому не следует, тем более его сыну. Выдержав выразительную паузу, добавляю почти пророческим голосом. «А в его отсутствие всколыхнется на Руси вся муть и беспорядок». Прерывая меня, все загомонили разом, а я поднял руку, призывая к тишине. Добившись ее, начинаю свою речь с мрачного прогноза. «Очень скоро наша земля останется без центральной власти. Испыхнет новая распря за стол великокняжеский. Брат пойдет на брата, и русский будет убивать русского. Это беда пострашнее Орды и Литвы вместе взятых. От нее главная угроза, а мы с вами к такому повороту не готовы». Продолжение следует...